Здравствуйте! Сегодня с нами в гостях в рубрике популярный блогер Игорь. Игорь Профсоюз, под ником Игорь Профсоюз. Игорь, я, извините, мы мало о вас знаем, я о вас узнала через ваш вирусный ролик, видео, где вы говорите о том, что дружба народов в России не существует, стало вирусным. Его перепостили вообще везде и все, кто только можно. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такой ник и о чем ваш блог? Игорь Профсоюз, я возглавлял как-то ведомство, это в Едином профсоюзе, в нашем ГУАНУДЭ, занимался выявлением, значит, неправомерных действий по нарушению трудового законодательства от работников. В торговой сети это Абсолют, и там Николайск, то есть Крипита. И там начинал бороться, то, что бурятский язык запрещен был, подвигался штраф в Абсолюте, и руководство одни буряты. Прошлось туда внедряться под видом начальника охраны, в АДНС давать, короче, все полностью ворошить, это гнездо осинное. Но, к сожалению, там мало того, что она топит за войну сейчас, вообще нужно зажигать все эти магазины. И она еще женщина, ну, хуже во власть, то есть без помощи республиканского руководства, невозможно было бы ей построить такой бизнес. И конкуренции нету. Ну, с этого все началось, в принципе, все там дальше. Дальше уже девятнадцатый год пошел, это выборы морские, да, Мархая. Там так совпал еще, шаман шел, я шамана не встречал. А, да, да, я помню. Это все одновременно происходило. Кто-то переключился на шамана, кто-то на мамана. Все смешалось, кони-люди. Я вот шамана себе никак не приближал, потому что, ну, политика есть политика. Ну, идет кто-то там, гоня дьялопская идет, думаю, кому он нужен вообще. Оказалось, видите, нужен. Закрыли, вот до сих пор сидит в психиатрической больнице. Ну, это все. А остальная вся республика, Дмитрием Баэльевым познакомились по всему. Ну, со всеми там, Зуртанцев, Нерзовским, Неволновым. Все познакомились и как бы начали сотрудничать. В нашей вот в регионе вечно спящем, потому что у нас спящий регион. Да, с этим шаманом вообще какая-то удивительная история произошла, да. Почему вот наши права как бы регулярно, да, нарушаются и много чего ужасного происходит. И у людей не было как бы никакой воли высказывать недовольство. А вот по поводу шаманов всколыхнулась вот такая реакция возникла, всколыхнуло такое движение, всех так возмутило. И появилась потребность у людей пойти и вот встать на его защиту. У меня есть свое объяснение этого феномена. Дело в том, что в несвободном обществе, когда все легитимные формы протеста оккупируются и запрещаются, когда нет нормального демократического процесса, не существует оппозиции, да, в демократическом понимании этого слова, когда есть только одна правящая партия, по сути, когда нет свободы слова, свободы печати, свободы собраний. У людей не остается другой формы протеста, как, например, ну, альтернативная форма. Такая, как, например, на Руси, таких людей называли юродивые. То есть только юродивые имели право говорить правду, они могли даже царю сказать правду, и никто не имел права трогать юродивого, потому что это были божьи люди. Вот феномен шамана, он как раз входит в эту категорию юродивых, но в отличие от даже царских времен, да, то есть времен даже Ивана Грозного, когда юродивый, например, по легенде встретил его на пути в Псков, когда после того, как Иван Грозный разрушил полностью Новгород, демократический Новгород, он просто потопил в крови этот город, он уже больше не существовал так, как он существовал до этого, и он пошел по ходам на Псков, его остановил как раз юродивый. И даже Грозный ничего не сделал этому юродивому, а Путин, он как бы пошел против этой традиции и запер шамана в психиатрической лечебнице. А вот что касается тех людей, которые участвовали в протестах в тот момент, из тех, вот, кого вы назвали, Игорь? Ну кто там, например, Филонова сидит, Филонова сидит, Низовкину никто не трогает, потому что у нее уже сложилась репутация, и ее все знают, и поэтому властям легче ее оставить на свободе, чем связываться вот с последствиями того, как если бы они ее посадили. И, например, Дондуков Петр за границей, вы за границей, Зуртан за границей. И поэтому я думаю, что, ну вот вы говорите, что у бурят нет лидеров, и в принципе никто ничего не может говорить, но потому никто и не говорит ничего, что как бы власть просто выдавливает всех несогласных. И я думаю, что сейчас наша роль состоит в том, чтобы все несогласные с этой властью и все люди, которые хотят что-то изменить в Бурятии, и которые сейчас находятся за границей в результате этого давления, как раз сейчас настало время, чтобы мы объединились и как раз таки действовали. Потому что у нас есть такая возможность. Игорь, насколько я знаю, вы бывший военный, профессиональный военный. Я смотрела как-то стрим, который вел, кажется, Петр Дондуков. Там участвовала Надежда Низовкина. Вы участвовали, это было в самом начале войны, ну где-то весной прошлого года. И там как раз вы говорили о том, что вы как бывший военный, как профессиональный военный, вот можете очень много сказать о том, как устроены вооруженные силы России и что там на самом деле происходит. Не могли бы вы вот сказать нам об этом? Ну, вот сейчас, видите, показала себя российские группировки. С 2014 года это все готовилось. Из стандартных линейных подразделений начали делать вот эти вот БТГР. А это с 2014 года началось, что заранее уже это планировалось. То есть малые тактические, на батальонах тактические группы, это 2000 человек, более мобильные они. Своего подчинения единого, чем армия, чем плоха, потому что везде это как вертикаль власти. То есть везде начальник, везде командир. И пока приказ дойдет, там, знаете, может уже и задача поменяться. Подразделения будут уничтожены. Вот она, медленный механизм армейский. Это БТГР и вели, думали, это улучшит, но это не улучшило. Сейчас обратно идут эскадровые перестановки. Командующие ВДВ сняли. Потом до этого Лапина сняли, Суровикина поставили. С его племянником я, кстати, служил Суровикина. И сейчас обратно все. Лапин из-за Павла вышел, обратно его поставили. Потому что ожидается сейчас генеральное наступление. То есть на ГДовщину хотят что-то изменить. Вот и все. Уже... Скорее всего, снова бросят на острие этого копья бурятских танкистов. Не за этого. То, что именно бурят, связывается с геноцидом. Надо побольше чурок туда. Все банально проще. На самом деле, Забайкальский военный округ был тогда. После столицы был пограничный с Китаем. Как бы это конфликт. На самом деле, это была такая серьезная... Боевая операция была. Применением артиллерии из установок ГРАД. Поэтому это даже не столкновение. Поэтому китайцы тогда, мол, в ДУМ, себя поверили. И решили захватить территории, острова. Вот в этом Дамасском острове, даже дальше. Хабаровское крае, Мурское область. И после этого начали формировать. Уже в 1972 году первые подразделения. Основное подразделение ударной оптической группы были. Танковая, артиллерия. Кулак стальной. Это был в Монголии. В Иванбаторе в городе. И в прилегающих территориях. Приграничные были с Китаем. Это было буферных зон. То есть коротким ударом противнику на чужой территории нанести упреждающий удар. Это была Монголия. Как бы оно считалось независимым государством. Но это было 16-й республика. Все руководство было поставлено. Прокоммунистическое. Это были вообще буряты. По идее. И с тех пор до времен и растут ноги нашего вот этого вот бурятского. Наша просто была вообще дивизия танковая. Потом сократили, сделали бригаду уже. Сейчас бригада. Единственная танковая бригада на всем на Дальнем Востоке. Это вот в Бурятии осталось. Больше нету танковых бригад. Только с этим связано то, что буряты там так засветились. Потому что работы нету. Ребятам куда еще идти? Кроме как вот по контракту. То есть с 2012 года служба по контракту стала, хочу уже говорить, почетной. Особенно в таких вот регионах дотационных, как Бурятия, ПУА. Это, к сожалению, единственный социальный лифт, который может, молодой человек, там, в 20-летнем возрасте, попытаться создать семью и выбиться в люди, там, из деревни. Потому что жилье там дают, 10 лет выслуги, отслужил, все, получил бесплатно от государства квартиру. 12,5 лет отслужил, все, минимальная пенсия у тебя будет. Минималка сейчас 20 тысяч у любого сержанта, рядового. В принципе, каждый месяц будет вам падать 10 число. То есть очень много вот этих плюшек. И ребята туда пошли. Бурятия, естественно, пошли. Бурятия не идут. Если ему скажут, пойдешь ты на завод работать, гайки крутить. Шариков подшипник. И говорят, он в РЗ. Либо в армию. Бурятия выберет армию. А лучше он выберет милицию, а потом армию. Ну, чтобы ничего не делать. То есть я свой народ знаю. И своих пацанов знаю, Бурятия, которые там воюют. У меня там друзья находятся, два близких друга. И мой двоюродный брат сейчас на проведении спецоперации. На крымском направлении. В принципе, ну, как бы я эту ситуацию вот так вот вижу. Двояк, она мне кажется. Потому что тут гражданские склонны преувеличивать потери. Все преувеличивают. Я же просто объективно говорю. Ну, ни с чем это не связано. То, что именно бурят специально загоняют под геноцид. Вот и все. Добровольцев среди бурят тоже самое небольшое количество. Но они и есть. Именно этнических бурят. Ну, примерно, по вашим подсчетам, в первые месяцы войны, ну, так скажем, до мобилизации, сколько бурятских военных находилось на территории Украины? Ну, там... Служило. Служило там. На войне. Из реверных войск? Ну, считайте, с 37-й бригады, с 5-й, с 11-й. Ну, вообще целиком в 36-й армии. Плюс буряты этнические, которые там поупускались, живут кто в Красноярском крае, кто там офицеры. Когда буряты, они вот служат же по распределению, это не как после ментовки. Где отучился, то даже домой приехал в свою деревню. А в армии, если учился где-нибудь в Казанской танковой, тебя он пнули куда-нибудь, и будешь там служить и жить. Вот и все. Да, плюс еще вот Забайкальский край не надо забывать, потому что вот из Агинского округа я тоже знаю, что очень много отправлено было. Там уже очень много добровольцев, там непонятно, из ЧУВК, Абагнера, сейчас их всех приравняли к военнослужащим, потому что все приравнены. Вот если туда едут за деньгами, сейчас буряты, Агинских много, там все, Чиндалей, Зудкулей, все едут туда за деньгами. Вот кто-то вот уже даже по третьему разу приезжает, все, там либо деньги заканчиваются, либо все что-то, и обратно уезжает. Вот и все. Зарабатывают деньги, машину покупают, квартиру покупают. Вот так вот. То есть деньги портят людей. Никакого патриотизма нет, естественно, просто жажда наживы. Вот и все. Чем руководствуется? Потери незначительные, я бы сказал. Так, это не Сталинград, не надо там тоже приукрашивать. Это не Саленградская битва. Там вот эти лобовые столкновения, которые вам все по видео проскользнули. Это все силы специальных операций и чувака лагнов. Вот это все дело. Ну вот по последним данным постили, это почти 500 человек. Мне кажется, это значительные цифры для нашей республики. Ну нет, посмотрите по Бурятстату, который проводит. 758 человек погибло в Бурятии за прошедший год. То есть я всегда говорю, война идет внутри страны. Алкоголизм, ДТП, суициды, все это клубок, депрессия, в деревню заедете, там убивают. То есть на этом фоне это не воспринимается так трагично? Я вообще не воспринимаю. Просто это слово у человека так психологически. Война, ужас, там что-то. Потом вы выйдете все во двор вечером там на какой-нибудь Орешково, да, вот. Постоянно кого-то убивают. Просто в МВД статистику у вас есть знакомые с ментовки? Просто вам скажут, что каждый день кто-то умирает. Вот он каждый день в скорую, врачи вам не дадут соврать. Вот она идет, война на оболе. А там, извините, там мне не жалко их. Потому что человек носит погоны, дал присягу, военный должен воевать. Врач лечит людей, мент воевает преступников. А военный что должен делать? Деградировать. Вот, пожалуйста, они деградировали. Нет, ну, я понимаю преступность, да, вот в этих поселках, на городах и в поселках. Но если, например, брать какую-то деревню Бурятскую, Бурятские села, то там не так уж и много таких криминальных смертей. Вот, а подавляющее большинство военных и тех, кого мобилизовали, как раз из бурятских сел. Наверное, это просто такая пассивность. Они, многие, как-то им считают ниже своего достоинства, там, откашивать, убегать, там, от повестки и так далее. Просто какая-то вот приятие судьбы. Вот сказали надо, значит, надо. Так вот и идут некоторые. Нет, там все смешано, мобилизованы, тоже, ну, знаю, там, вот такие пузаны, да, там, под сраку лет, блин, с кучей сопутствующих заболеваний, там, простатит, геморрой, онкозаболевания, тоже туда их. Что он там может сделать? Он инженером работал, а военкоматию по военноучетной специальности, он там офицер запаса, какой-нибудь там танкист еще, командир взвода, роты. То есть это в советское время или в российское, в 90-е, все это делалось за бутылку кодика. Все, на сборы, может, пришел, звание получали вот так вот просто. Но это на бумаге. На самом деле это никакие не специалисты. От них там толку вообще никакого нету. Вот на фронте не нужны стрелкотня, там нужны специалисты, артиллеристы нужны, минометчики, корректировщики. Вот они нужны. Рукопашно там вот это вот, под солидаром то, что было, как-то многие военные эксперты склоняются, зачем это надо было вообще. Это еще атомная электростанция была. Ну, там уже своя политика идет, Пригожинская. Нужно было отличиться, вот это все показать. Вот видите, все взаимосвязано. В Бурецкой колонии тоже, оказывается, я недавно узнал, что начали формировать эти подразделения с Южвага. Там уже одного зэка поймали с Южвага. И там каятся во все. Непонятно ли он сам в плен сдался, либо его взяли в плен. Ну, будем смотреть. А, какой-то мужчина, да, я по-моему, видела? Да, да, да. То есть сейчас дальше огня добавят. Это вот, если бурятов там будут ловить уже в качестве зэков. Вот, и все. Тут еще будут добавлять. Да, еще и зэки, это все убийцы, насильники. Так, слава такая идет плохая против бурят, против, вообще против нацменьшинств. Потому что что украинцам, что русским, им они не разбираются. Что то в Виннице, и в Кут, они думают, все это одно и то же, у вас там язык одинаковый, они не разбираются. Что украинцы, что русские. Украинцев местных тоже всех за бурят принимают. Они же тоже, видимо, не очень уже похожи на русских там. Нет, там, у кого есть процент примеси какой-то, метисации, да. Вот все, у меня вот как бы такая вот, не знаю, вот убеждение такое. Ну, блин, одного бурята отправьте вы, блин, туда, к золку, знаете, свяжитесь заранее. И вместе допрашивайте, просто вот как бы, вот третье лицо сидело, вот и все, бурят, просто пускай сидит. Неужели нельзя это сделать? Давайте мы здесь все соберемся, скинемся нахрен на билет вот этому вот человеку, буряту отправить туда. Ну, нужен гражданин США, видите, чтобы украинцам уже, не было тоже среди них каких-то провокаций. А так раз, бурят, хорошо. Еще американский паспорт, еще лучше. Вот что нужно, чтобы вот тогда, чтобы украинские публики, чтобы начали смотреть не только украинские публики, а вот русские буряты, это взорвет интернет, я думаю, и начну смотреть. Причем те ребята, которые на фронте находятся, вот они будут смотреть. Ну, то есть, им нужно гарантии какие-то, потому что боятся гарантии, допустим, в плен, там слухи входят, бурятов в плен не берут, причиндават, это все специально сбрасывается русскими, русской пропагандой, русской военной контрразведкой. Все, русского, значит, возьмут в плен, а тебя не возьмут. Ну, вот так вот. Вот такая была у нас оперативная, так сказать, оперативная установка пришла. То есть, вы с тем, как уехали из Бурятии, они вас слушают, что они спрашивают, что они хотят от вас? Ну, там разные. Колбашные миграции в основном. Ну, колбасные, они все, как бы, ну, здесь все колбасные миграции, чего уж тут скрывать-то, все абсолютно. Тут, не знаю, может, один-два, может, Навальный, вот это он, да, но он сидит. Вот, если кто там еще, Милов, пока еще не сидит. Ну, вот они. А остальная вся здесь миграция, ну, колбасная, надо понимать. Я говорю, если вы колбасники, ладно, ну, выходите с плакатами, что-то, посты какие-то. Нет, тут все очень, все вяло, люди приезжают сюда. Ну, вот эта публика на меня и смотрит. Ну, то есть все, выход из Средней Азии. То есть они практически советы какие-то ищут от вас, да? В смысле, хотят услышать от вас по жизни? Да, там, по работе, кейс, как там историю, как там сочинить, там, что писать. То есть люди абсолютно приезжают, непонятно, что писать, политику или расизм, блин, ну, не знаю. Ну, блин, там пару вопросов задашь, ну, говорю, пиши в уши расизм, блин, ну, его надо. Только не в ОЛНД некоторые тут истории пишут и читал, что в ОЛНД полиция бьет бурят по расовому признаку. Я говорю, что, идиот, что ли, блин. Там судья, прокурор залезет, говорю, прям со своего телефона и увидишь, что у нас 80% бурят общественной безопасности. Это, блядь, буряты, менты. Кого это? Совсем, что ли? Пиши, говорю, там, в Рязани где-нибудь, ну, что это такое, вот, блин, придумываешь уже. Это же смешно. Или, там, геи, там, геи можно, гей-парады запрещают, ну, грубо. Ну, гей-парады в России вообще, как бы, это табу. То есть вы, Игорь, не считаете, что это неправильно, что наши буряты, которые вообще пассивны и не интересуются политикой, их вообще не волнует, что происходит, и они составляют себе вот эти вот кейсы и таким образом приезжают? Не только буряты, не только буряты, все. Ну, да, понятно, что все россияне. И как вы хотите? Все приезжают, негативно, конечно, потому что урод, все эти патриоты. Я говорю, если бы все были вот действительно оппозиционеры, может, было бы всех просто бортами военными и просто на Москву скидываясь с парашютов там. Ну, все, никакая Росгвардия не вправится здесь. Не знаю сколько, миллионов 10, наверное, будет колбасников всех скинуть. Весь брак, он заодно очистится как раз. Вот не могли бы я сказать, почему вы ушли из армии? Вы ведь закончили военное училище, видимо, планировали военную карьеру. А почему решили уйти? И сталкивались ли вы с расизмом в армии? Увалился, значит, по семейному стоятельству. Вообще, я служил в Уральском округе, это закрытый город, значит, там разработки. И сейчас идут, это по маяк, то есть атомно-электроперерабатывающие стержни, плюс там международный могильник. Был, где на озере Карачае туда все сбрасывали, все Северо-Союзы, все ядерные отходы по договору. Вот так вот, то есть. И переехал я в Улан-Удэ. Дальше. Обосновался уже там, на какой-то период. Дальше в училище учился. Это был бытовой расизм. Это все там, мускорглазые, что-то такое, чурка. Всегда приходилось драться. Первые два года, наверное, со всеми там сержантами батальона я передрался, это точно. Дальше как бы это все нормально. То есть нужно висеть вот как Кавказ. Вот так вот говорю. Кавказу тоже будут обзывать, пока он врыво не съездит, все. Дальше его будут называть брат. Вот и все. А не нужно ныть, бегать куда-то, жаловаться. Расизм. Помогите им. То есть те ударили, ударили в ответ. Вот простой принцип. Вот и все. А Питере, ну я сам Питер заканчивал. Были там скинхеды, конечно. Сам от них дважды убегал. Что делать? Ну и потом также мы их догоняли наоборот. С русскими ребятами, с руссантами. И то же самое мы вот, они били, вот мы вот за меня встревали и били скинхедов. Что я теперь должен всех этих русских называть этими националистами? Есть среди русских их фашисты. Есть с знаками СССР, там блок 88. Славянский Союз. Их очень много на самом деле. В Украине их сейчас где-то полтора-два процента. В России где-то процентов пять. Вот таких вот. Сейчас типа Рогозинах. Только голову стоит сейчас поднять им. Русский национализм, шовинизм. Вот тогда столкнетесь. Ментальность нужно менять. Потому что Бурят, во-первых, ментальности они русские. Вот и все. Даже те, кто там воюет. И что, что он там с акцентом говорит. Или Бурятский знает. Бытовой бурятский язык знает. Там Ремонтилха, Сестранин, Кашканин и так далее. Да, вот и все, блин. Это что это такое? Что это такое? Ну это не то пальто совершенно. Поэтому это не бурят. Ну естественно, да. Ментальность надо менять, естественно. Ну а ментальность, она передается только к языковой среде. Почему сейчас украинцы активно язык учат? Потому что хотят отделиться. Отделиться. А у белорусов не получается. Потому что у них нету белорусского своего языка. Нету. Вернее, он как бы был. Но это деревенский язык. Им даже батька Лукашенко не владеет. Вот и все. Поэтому о нем тяжело. И нам, бурятам, то же самое. Мы думаем по-русски, говорим по-русски. Понимаете, диапазон частот у нас идет. Всю информацию обрабатывают по-русски. Даже мы сейчас сидим с вами, разговариваем чисто по-русски. Думаем по-русски. Вот и все. С какими-то минимальными отклонениями. То, что буряты более хитрые, более практичные. Ну такие вот скрытные. А наизнанку душу вот так редко выворачивают буряты. Да, вот как русские там все. Начинают говорить там. У нас вот и все. Ряд особенностей, которые я перечислил, не более того. Поэтому встречался, конечно. Но в основном на 90% все были нормальные ребята. Мои сослуживцы, друзья, мои командиры. Были очень даже хорошие люди. Вот и все. Были, но везде найдется вот такая вот, какая-нибудь свинья. Вот и все. А вы думаете, в наших условиях вообще возможно такое лидерство взращивать? Сейчас, в сегодняшней России. Ну почему нельзя? Можно, конечно. Гру, на то, что связано. Нужно, поймите, победить врагов. Потому что Соловьев, это тоже пропаганда. У них сильная пропаганда. Очень сильная. И круглосуточно она ведется. И всех телеканалов. И очень многие этому подвержены. Деньги нужны. А деньги как можно собрать? Либо через фонд. Либо объявлять сбор ежемесячный. Типа как фонд Навального, что ли. То есть каждый колбасник, который за рубежом находится, ежемесячно должен просто как профсоюз выплачивать взносы. Ну кто столько может. 50 долларов. Ну я думаю, 50 долларов каждого здесь, что в Америке, раз в месяц. Но он не обеднеет. Абсолютно. Зато можно было максимально вопросы решать. С типографией. Листовки. То есть в УЛНД это все можно там надо. Не здесь, конечно. Все там. Книгу Хамутаева нужно было издать. Печатное издание. Вот это кровавое русское конкисты. Вот и все. Бесплатно причем распространять. То есть это мы, которые за рубежом оппозиции, мы это все должны спонсировать. Все. Легко это сделать. Ну там понятно. Как бы это все. Книга уйдет. Копии уйдут сразу в ФСБ. В шестой отдел. В пятый. Сразу же эту книгу признают, естественно, запрещенной. Да. Лингвистику проведут. Суд. Но это нам и надо. Я еще раз говорю. Нужно быть всегда на... Так сказать. В объектном внимании быть. Потому что они нам должны помочь. Это я говорю еще раз. Нужно так сделать. Распространить эту книгу в Бурятии. Чтобы она обязательно попала на стол в УБФСБ. Вот и все. Потому что запрет. И обязательно в интернете везде это репостить. Все. Книга Хамутаева. Бурятия. История. Право. Русская конкиста. Кровавая. Все это нужно муссировать. Муссировать. Потому что запретный плотно сладок всегда. Всегда люди тянулись к запретному. Даже в Советском Союзе. Доктор Живаго. Было запрещено. Солженицын. Однако у всех эти книги дома были. У моих родителей это было. Запрещенка. Запрещенка. Это нужно читать. Вот что нужно добиться. Нам специально все это сделать и распространять. Я думаю это будет легко. Особенно среди молодежи студенческого звена. Более люди как бы там интересны. Студенты это вообще вот это вот. Довольно-таки такая вот группа. Где они скомпонованы. Постоянно их много. Столовые. После лекции стоят. Курят. Общаются. Их много. Собирать их не надо. В деревне попробуйте. Соберите. Кто где. А вот именно в институтах распространять. Просто молодежь сейчас вся в интернете. То есть очень развиты в этом всех. Не то что я. Махом это все подхватят. И уже не остановить будет. Вот и все. То есть если дальше это все можно уже вывести в электронный формат его книгу. Кому-то его. Но тысячи экземпляров должно быть показательно. Чтобы дело возбудили на эту книгу. То есть обратно. Чтобы никого не привлекли. Ну невозможно привлечь. Если человек даже просто в доставщику звоните. Там дебиле реклапп или еще какому-нибудь таксисту. Ну а что? Ему сказали довести. А что там? От кого? Он не знает. То есть никто не пострадает. Вот так вот. Ну да. Издание бумажного варианта книги естественно планируется. И естественно планируется распространение именно в Бурятии. Она для Бурятии только и нужна? Естественно конечно. Революция без Украины. Она невозможна в России. Вот и все. Хребет. Хребет. Подорвать здоровье российскому. Вот этому вот. Путинскому режиму. Способна только сейчас Украина. Ни оппозиция никакая. Ни русская оппозиция. Никакие либералы. Потому что народ смотрит и говорит. Ну что вы можете. Это мои друзья, знакомые Бурят. Ну что вы типа. Разбежались. Что вы можете. А мы что тут должны. Я понимаю их. Ну вопросов нету говорю. Поэтому нужно для Бурят достукиваться. Как можно своим соседям, знакомым, родственникам. Что в силовых структурах. То есть маленечко-маленечко вода и камень точат. Вот так вот. Нужно. Потому что они нам не верят. Вот мы все за границей находимся. Они говорят. Что ты там сидишь, жруешь. Знаешь нет. А мы тут мерзнем. Там дров нету. То есть. Вас тоже обвиняют, что вы на деньги Госдепа там. Вы тут это все говорите. Пишут вам такое? Ну писали. Ну это бакланы там пишут. Бакланы какие-то. Малолетки может быть. Какой Госдеп тут. Нафиг тут вы никому не нужны. Если в Америке. Надо проще говорить как для народа. Вот как Жириновский говорил. Он же мог и с учеными говорить. С поэзией говорить. С богемой. И с простыми колхозниками. На их же языке. То есть. Его популярность и в этом-то и была. Ну народу. Нужно на такой формат переходить. То есть. Для кого? С кем общаемся? Вот. Если допустим. Для деревьев. Для бурят именно будем тему. Будете проверить именно. В бурятской деревне. Там прошлое, настоящее, будущее. И вопрос такой. Да вот. Конечно. В бурятской деревне. И нужно говорить. На русском и на бурятском языке. Вот так вот перемешку. То есть. Чтобы публика смотрел. Какие проблемы в деревне у нас в Бурятии. Ну это вот. Это все. Батальон. Шейх Мансура. Вот. Закая Пахмед. Лично его уважаю. Вот. Настоящий чеченец. Патриот своего народа. А не этот. Дон Передон. Ну это все. Ставленник. Хотя. Свою бытность я голосовал. Даже вот. Выборы организовывали. То есть. Под моим патронажем. Вот. Шелковской район. Это вот. Я вот. В этом принимал участие. То есть. Загоняли мы уродцы полностью. И уже говорили. За кого голосовать. Все это было. Пальсификация чистой воды. Вот и все. И. Так вот и в России тоже самое. Везде. Вот. В этих странах. Белоруссия взять там. Туркменистан. Лучше вот на Туркменистан бы напали. Вот. Я вот честно говорю. Освободили. Освободили этот бедный народ. Демократия. Еще и нефть. И газом уже было так. По-тихому отжать у них. И все. Все были бы в шоколаде. Все. Знаете. Нет. Зачем вот. У них. У них слабая армия. Туркмени. Мы бы их там раздавили. Как клопок. Одна пятая танковая бригада наша бы зашла бы и все. Знаете нет. Два дня войны. И все в шоколаде. Главное чтобы это видео. Главное туркменцы не увидели бы. Туркменцы. Я с туркменов здесь двух лично знаю. Я вот со всеми национальностями. Все советские республики. Только эстонцев. Вот у нас нет эстонцев. Литовцы. Ватыши есть. Все. Абсолютно. Молдаване. Молдаване. Там все. Там цыган даже есть. Армяне. Грузин. Один. Поэтому. И два выхода из Туркменистана. Как я и говорю. Надо было на вашу страну нападить. Освободить от вашего Берды Мухаммедова. Вот и все. Но простые туркменистанцы. Они бы наверное были бы рады освобождению. Естественно рады были бы. С цветами. С цветами с пирогами бы встречали бы российскую армию. Вот и все. А нет. Пошли в Украину. И сейчас там завязали. То есть огромных денег стоит. То есть вот вся война. Это огромные деньги. Поймите. Каждому нужно выплачивать пособие. Где-то это деньги дали. А на другом конце. Не бывает что в обоих случаях все прибывает. Где-то прибыло. Но где-то обязательно убыло. Вот и все. А убыло это вот. Минобразование. Дороги. Медицина. Строительство. В общем все на минус. Может было. 290 миллионов рублей было отправлено сейчас с бурятского бюджета на восстановление от этого вот Донбасского района. То есть за Бурятии закрепили участок местных. 290 миллионов. За эти деньги можно было построить три полноценных садика. Да. А потом мы можем просто продолжать такие встречи. Если вы не против. Появятся новые темы. Обязательно обсудим. Спасибо вам большое, Игорь. Вам спасибо. До следующей встречи. Рада знакомству. Байрла. 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 Байрла.